Описание представленных томограмм пациента 1968 года рождения от 31 августа 2019 года. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены, 3-й и 4-й желудочки мозга не изменены. Цистерна основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей, мостоможечковые углы свободны. Сильвиевые щели и конфикситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются многочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 3-4 мм, без перифокального отека. Периваскулярные пространства Верхорона Робина не расширены. Краниоспинальный переход без особенностей. Передачный пазух и носа в зоне сканирования без особенностей. Заключение. МР – картина многочисленных очагов головного мозга. Рекомендованная МРТ с контрастом для исключения демилинизирующего процесса. Консультация невролога. Врач-рентгенолог, кандидат в медицинских наук М.А. Котов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. В веществе головного мозга у вас есть очаги. Учаги – участки измененной ткани головного мозга. Более вероятно, что это либо очаги, характерные для демилинизирующего заболевания рассеянного склероза. Несколько менее вероятно, что это очаги склероза, по сути возрастных изменений, в ткани головного мозга. Это точно не опухоль, не метастазы. Для уточнения диагноза вам нужно сделать МРТ с контрастом, при этом показав мое заключение рентгенологом, так как методика выполнения исследования при рассеянном склерозе отличается от стандартной процедуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова